Настю Ивлееву проверяют на неуплату налогов. Как пишут ведомости, под подозрение попали рекламное агентство Ивлеева Продакшн и еще 20 организаций. Одни эксперты говорят, что это еще не повод для беспокойства, другие рекомендуют срочно принять меры. По данным ведомости, под подозрение в неуплате налогов попали рекламное агентство Ивлеева Продакшн и еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером. Одни эксперты говорят, что это еще не повод для беспокойства, другие рекомендуют срочно принять меры, если Настя понимает, что где-то могла, скажем так, ошибиться в бухгалтерии. Продолжит тему Иван Медведев. Письмо с требованием предоставить налоговую отчетность в компанию Ивлеева Продакшн пришло 12 мая, пишут ведомости. МВД запросило у компании договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы в период с 2020 по 2022 год. Два агентства, работающих с Ивлеевой, также подтвердили изданию получение уведомлений, в которых налоговики запрашивают информацию по сделкам с Настей. Однако пока это еще не означает, что у Ивлеевой точно возникли серьезные проблемы. Это не проверка налоговой, а подготовительные мероприятия к ней, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов. Все документы, которые сейчас появились в сети интернет, как раз говорят о том, что у нее проходит предпроверочный анализ. Там указано, что данные документы, информация истребуется вне рамок налоговых проверок. Что это означает? Сейчас просто анализируется ее деятельность. Это не говорит о том, что в отношении Ивлеевой есть какие-то претензии. То есть налоговая просто смотрит, проверяет, что у нее с документами, какие у нее отношения с различными организациями, с рекламодателями. А вот управляющий партнер адвокатского бюро ЗКС Денис Саушкин считает, что Ивлеевой уже занялись всерьез. Известно, что в феврале этого года Настя передала 100% Ивлеева продакшн Анне Самаковой, которая ранее была в этой компании управляющей. По официальным данным, годовой доход компании составил 122 миллиона рублей. И если Настя знает, что налоговой есть что искать, точнее не так, если она думала, что у нее все кристально чисто, но после того, как налоговики пришли к Лерчик, Блиновской и так далее, и Ивлеева на этом фоне решила на всякий случай все перепроверить, позвала грамотных консультантов и вдруг обнаружила, что что-то не доплатила, сейчас самое время доплатить, говорит Денис Саушкин. До составления акта она может предоставить уточненную налоговую декларацию, до уплатить налоги по тем контрагентам, которых налоговая считает спорным. Как правило, бизнес сам знает, какие контрагенты у них спорные. И в случае, если она уплатит эти налоги, то это является прямым основанием для того, чтобы уголовное дело не возбуждали. Таким образом работает принцип заплати налоги и живи спокойно. Состояние Насти Ивлеевой Форбс в 2021 году оценивал почти в 3 миллиона долларов. За 2022 она могла заработать еще почти 38,5 миллионов рублей. Цифры приводит Ассоциация блогеров и агентств. И по сравнению с 2021 годом это рост, несмотря ни на что. И так не только у Ивлеевой. Топовые блогеры продолжают отлично зарабатывать, говорит председатель Совета Национальной Ассоциации Блогеров Мария Терентьева-Галецких. Сначала было падение. Где-то полгода, начиная с февраля того года, было падение доходов, потому что закрылся Инстаграм, упали охваты, была паника. Но в итоге за последние полгода все выправилось. И не только выправилось, но еще и плюсануло на 30%. Мы видим, что и у больших, и у небольших блогеров доходы выросли на 30% за последние полгода. Инстаграм, принадлежащий запрещенной в России компанией Мета, у главных звезд его русскоязычного сегмента, если и просел, то совсем чуть-чуть. Зато пошли в рост продажи личных курсов через Телеграм и так далее. Но любые оценки доходов самых известных блогеров, все это цифры весьма условные. Продолжает основатель рекламного и продюсерского агентства «Пеплдор» Алексей Пак. У таких блогеров ценники выходят индивидуально, они еще не каждый бренд возьмут. Это как с артистом. Киркоров не на каждый корпоратив придет. Тоже нужно понимать, здесь такая же история. Поиском реальных цифр, судя по всему, уже занялись те, кто в этом хорошо разбирается.